привет друзья привет мои дорогие подписчики наконец-то сейчас будет самое долгожданное самое лучшее мы так долго ждали этот отличный рецепт это бомбейская просто закуска сейчас вы узнаете что я буду готовить это будет целых два вида колбасок колбаски из баранины и камберленские колбаски у нас будет битва какие колбаски победят камберленские английские классические колбаски которым уже 500 лет этому рецепту или колбаски из баранины которые я сейчас буду делать интересно что же будет вкуснее у меня есть прекрасная мощная шея из животного которое скорее всего был козел но я вам скажу по секрету это баран а также два куска отличной свежей домашней свинины это лопаточная часть я снимаю все пленки с шейки и вырезаю мясо я срезал все мясо с бараньей шейки полностью удалил с него пленки и максимально удалил с него бараньи жиру также раздел свиной лопатку и оставил мясо крупными кусочками сейчас я мясо барашка буду пропускать через самую крупную решетку мясорубки и все время снимать с ножа пленки какие будут наматываться которые были внутри я их не смог срезать а мяско из хрюшки я разрежу на тонкие длинные полоски бараньи колбаски и камберленские колбаски или сосиски у нас будут сделаны из смешанного фарша то есть из мяса баранчика и мясо свинки так как шея у барана была очень сухая я буду добавлять сюда хребтовое свиное сало свиное сало я режу на мелкие кубики на 1 килограмм бараньего мяса я беру 300-350 грамм свиного сала а на 1 килограмм свиной лопатки я беру 15-20 процентов сала я сделал фарш из баранины на решетке с отверстием 7 миллиметров порезал лопатку свиную вот такими узкими полосочками и замечательное прекрасное домашнее сало оно очень вкусное ароматное обсмаливалась на соломке свежая отличная я его порезал что же мы все-таки будем готовить мы готовим колбаски из баранины в которых будет половина мяса баранчика и половина лопатки свинки я специально выбрал именно лопатку потому что когда я готовил колбаски украинские жареные смотрите вот здесь ссылочка то я выбирал мясо из ошейка второй вариант это похуже вариант нужно было взять мясо из задней части ноги но сейчас я готовлю смесь фарша из баранины и свинины и поэтому чтобы сбалансировать текстуры мяско у баранчика упругое я взял именно лопатку лопатка прекрасная и она как раз будет замечательно гармонировать с фаршем из баранчика я специально дел фарш из баранины и на самой медленной скорости мясорубки электрической для того чтобы как только намотаются пленки на нож я сразу останавливал и снимал пленки я уже знаю что сейчас это у тебя не на нож наматывалось и затем мясорубка тупая нет мясорубка мне прекрасная я специально делал все медленно и аккуратно чтобы максимально удалить пленки из шеи барашка потому что я готовил фарш из очень большой шеи взрослого животного где было много жестких пленок и мне нужно было полностью все удалить поэтому фарш получился отличный он абсолютно не имеет никаких пленочек и все прекрасно по колбаскам из барашка мы прошлись а что такое камберленские сосиски это очень интересное название и везде во всех туристических проспектах интересно расписана история 500 лет рецепту колбасок они очень вкусные нежные готовятся специальные породы свиней который растет только в графстве камберлен и так далее и тому подобное но если говорить сухим языком технолога пищевого производства камберленские сосиски или камберленские колбаски это самый простой котлетный фарш в свиной оболочки или в оболочке кишки поэтому у меня будет половина колбасок из чистого фарша смесь баранчика свинки и свиного сала а вторая половина у меня будет к этому же фаршу добавлены сухари замоченные в молоке и жареный лук внимание жареный лук смотрите как я его сделал это рецепт корейской морковки и когда его готовил нажмите на кнопочку вы посмотрите рецепт там я использовал жареный лук для ароматизации масла и я сказал ребята этот лук его слишком много мы его пока использовать не будем пришло время и я использую жареный лук для того чтобы добавить его в котлетный фарш сейчас я все перемешиваю добавляю смесь перцев зиру кориандр и набиваю оболочки кишок я высыпал фарш на стол и тщательно смешиваю его с пряностями которые я перемолол и солью чтобы он приобрел равномерную консистенцию когда я фарш вымешаю я разделю его на две части и одна часть у меня будет называться колбаски из баранины а вторая часть будет называться камберленские сосиски в эту вторую часть я добавлю жареный лук и сухари замоченные в молоке ваш у меня но сухой поэтому я добавлю фарш ледяной воды чтобы легче набивались сильные оболочки пока я вымешивал фарш я добавился до ледяной воды я добавлял воду по ощущениям таким чтобы не было комфортно вымешивать но так как я люблю всегда точность я замерил здесь ровно 10 процентов от массы фарша воды сейчас ваш немножко пропитается ароматом пряностей я начну набивать оболочки колбас приступаем к приготовлению фарша камберленских сосисок здесь у меня прекрасные сухари из белого батона я специально их взял размолол вот такую мелкую фракцию они как обычно для котлет крупные куски хлеба они прекрасно высушены замечательно вот так сыпятся сухарей выливаю молоко отличное молоко точное количество молока зависит от того насколько сухари были высушены сильно и сколько мы воды влили в общий фарш когда мы приготавливали и колбаски из баранины и основу для камберленских сосисок сухарики прекрасно размокли я добавляю сухари мясном для фарша также я высыпаю сюда жареный лук фарш для камберленских сосисок уже готов я тщательно перемешал мясо сальный фарш с сухарями размоченными в молоке и жареным луком друзья во время до премьерной дегустации колбасок из баранины председатель жюри сказал что в них абсолютно не хватает чесночка чеснок я специально не положил в фарш потому что думал что он там лишний теперь у меня есть часть фарша которую я положу немного чеснока и мы продегустируем колбаски баранье с чесночком и без чесночка я с удовольствием передаю привет председателю жюри дегустации привет чеснок я специально рублю очень мелко потому что мне нравится текстура рубленого чеснока фарш отлично перемешан приступаем к набивке колбасок сейчас я начинаю набивать колбаски я кончик пока не завязывал пока не выйдет кусок фарша из оболочки потому что в таком случае я могу выдавить воздух и завязываю узелок и потом продолжаем набивку колбасы если сразу завязать узелок то здесь будет воздушная пробка и без прокола ничего воздух не выйдет набивка колбас должна быть не слишком тугой для того чтобы не прокалывать оболочку чтобы весь сок остался внутри колбаски при температурной обработке оболочки колбас сразу начнут вздуваться поэтому если мы их набьем слишком сильно колбаса лопнет также когда мы будем их сворачивать то будет очень большой натяг на оболочки она тоже может лопнуть баранье колбаски я делаю формы в виде подковы так их удобнее жарить я здесь завязываю кусок кишки кулинарной нитью и очень удобно распределять колбаски на сковороде одна так а вторая заходит подковочкой внутрь и получается две колбаски прекрасно жарятся у меня получилось три вида колбасок одни из них называются камберленские сосиски вот такие это обычный котлетный фарш я вам его уже только что показал приготовление вторые колбаски это колбаски баранье или колбаски из баранины но без чеснока и третьей колбаски это те же самые колбаски но с чесноком сейчас я их обжариваю на чугунной сковороде очень сильно разогретой чтобы получилась корочка и ставлю в жарочный шкаф разогретый до температуры 180 градусов минут на 10 самое приятное для колбаски пожарены я люблю их кушать то есть дегустировать для того чтобы взбодрить сосочки которые находятся на язычке у меня прекрасный пшеничный дистиллят он уже достаточно выдержанный созревший и очень ароматный пьется мягко бомба здесь есть замечательная тушеная капуста готовленная другим блогерам он пожелал остаться неизвестным и три вида колбасок 2 вида колбасок из баранины и одни камберленские сосиски это так начнем здесь два вида бараньих колбасок одни из них чесноком другие нет они доводились до готовности в жарочном шкафу 12 минут и отдыхали минут 5-7 вот такие на срезе кусочки сала фарш и кусочки мясо я буду брать колбаски руками потому что колбаски берут руками аромат очень богатый аромат пряностей слышно кориандр зира здесь чеснока скорее всего нет потому что его я бы его услышал здесь именно аромат друзья я не угадал дело том что это камберленская сосиска а я думаю что она это поэтому сейчас мы оцениваем камберленскую сосиску по внешнему виду они все абсолютно одинаковые один и тот же калибр кишки такая же прекрасная колировка на совершенно разная начинка культ очень мягкий текстура нежная это абсолютно не похоже на котлету это и абсолютно не похоже на колбаску такое что-то нежное в виде такого такого-то мусс пюре но текстура более грубая но вот такое приятное то есть это оценит как раз те скорее всего детки которые любят что-то мягенькое я конечно хочу чтобы же это было более такое матерые то есть пшеничный дистиллят самое важное это правильный подбор напитка потому что все это как говорит классик это просто закуска освежим рецепторы это видео лучше смотреть ночью когда уже хочется кушать на гучек и тушеная капуста прекрасно ну я зарает не терпением что же здесь за колбаска да это уже колбаска это мяско свиная лопатка это фарш из бараньей шейки и свиное хребтовое сало посмотрите как играет сок какая красота гляните весь сок остался в оболочке я никогда не прокалываю оболочки естественно тем более никогда не отвариваю колбаски перед тем как их жарить аромат да вот здесь более сильный аромат это колбаска без чеснока из-за того что здесь нет сухариков которые разбавили общую пропорцию всех пряностей аромат более сильный он возбуждает да это она колбаска из баранины очень вкусная она я не знаю лучше ли она чем украинская колбаса но она просто восхитительная я сюда добавил правильную пропорцию свиного сала и она стала очень сочная если делать по пропорции для свиных колбасок только лба со будет очень сухая теперь я использую острый соус кширирача который я приготовил летом по просьбе председатель свящего жюри я добавил в баранье колбаски еще немного чесночка сейчас мы будем пробовать колбаски с чесноком раньше 10 лет главная умеренность вот точно такая же сочная колбаска вот видите это сок он никуда не делся сковорода в которой жарили с колбаски абсолютно сухая аромат да здесь слышен аромат очень тонкий аромат чесночка сок капает прямо на стол когда я попробовал колбаску с чесночком показалось что у нее слишком вкус приближенный к их свиным колбаскам то есть что-то лишнее я попробовал колбаску без чесночка показалось как будто бы чуть-чуть чего-то не хватает поэтому я даже не знаю что я выберу колбаски с чесноком или колбаски без чеснока или колбаски где чеснока будет чуть чуть меньше чтобы его только можно было уловить краем язычка без понятия поэтому пробуйте колбаски баранье с чесноком колбаски баранье без чеснока Я не знаю, что вам больше понравится, но камберленские сосиски, они очень нежные, но я выбираю бараньи колбаски. Эти сосиски тоже очень вкусные, я не скажу, что они получились отвратительными, нет, они прекрасные, нежные, но они подойдут скорее всего или деткам, или тем людям, которые любят слишком мягкую текстуру. Я люблю, чтобы можно было что-то пожевать. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете о моем рецепте, вот здесь ссылочка, подписаться на мой канал, вот здесь колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе самых свежих видео на моем канале. И самое приятное, помните, кухня это самое спокойное место.